Здравствуйте! Меня зовут Маша Elysium и сегодня я вам расскажу все, что бы вы хотели знать о пиксель-поях. Название IPOY – это аббревиатура от Elysium POY или же In Point of Interest в центре внимания. Итак, основные параметры IPOY. Динамическая цветокоррекция по точке D65. Высокая ударопрочность. IPOY 120 можно использовать даже как барабанные палочки. Общее число эргобадиодов 480. Разрешение картинки – 240 пикселей на 47 сантиметров. На данный момент это самое высокое разрешение в мире, которого можно тестировать. Естественно, мы будем стараться сделать еще лучше. Радиуправление и функция ретрансляции сигнала в наличии. Программное обеспечение снабженным таймлайном и аудиодорожкой. Наличие трех типов разверток изображений. У нас есть возможность тестирования реквизитов в течение двух недель после покупки. И мы даем гарантию на пикселя два года. Переходник на STAFF и W также в наличии. Вы можете его заказать, указав только ваш рост. Мы переходники делаем индивидуально под каждого заказчика. У нас есть очень крутой и невероятный бонус. Есть такая штука, как предзаказ. И по предзаказу, во-первых, мы даем очень низкую стоимость – это раз. А два – вы можете заказать нанесение вашего логотипа на платы. И у вас будет просто-напросто персонифицированный реквизит, который вы будете с удовольствием представлять и друзьям, и коллегам, и на мероприятиях. Есть возможность синхронизации работы всего вместе с музыкой. На данный момент у нас есть флешка, которая обеспечивает запуск музыки на ноутбуке по нажатию кнопки на пикселях. Поговорим об основных параметрах, которые обеспечивают высокое качество изображения. Для того, чтобы зрителю было максимально комфортно смотреть на выступающего, мы обязаны сделать из пиксельпой экран с высоким качеством изображения, высокой частотой шима и скоростью отрисовки. Поговорим об этих вещах отдельно. Каждый параметр важен для качества изображения. Итак, что мы имеем у iPoy 240? Плотность цветовой линейки составляет 5 РГБ диодов на 1 см. Шаг пикселя менее 2 мм. А если быть точными, 1,8 мм. Высокартинки 240 пикселей. Скорость отрисовки 2600 строк в секунду. Частота шима превышает 15 кГц. Количество воспроизводимых цветов порядка 17 млн. Итак, разберем поподробнее, что такое шаг пикселя, частота шима и скорость отрисовки. Шаг пикселя это термин, который используется в светотехнике для обозначения параметров световых дисплеев. Шаг пикселя это расстояние между двумя ближайшими световыми точками. Чем меньше у нас шаг пикселя, тем более четкую и дилетальную картинку мы имеем. Что такое скорость отрисовки? Это число строк в секунду, которое может воспроизвести по Я. Наша скорость отрисовки составляет 2600 строк в секунду. Чем же это интересно? Когда мы вращаем реквизит, мы видим развертку изображения. Так вот, чем выше у нас скорость отрисовки, тем быстрее наше изображение рисуется. И получается, тем быстрее нам надо крутить пикселя. При низкой скорости отрисовки, для того, чтобы мы получили нормальный размер изображения, нам надо будет крутить пикселя медленнее. 2600 строк в секунду. Это удобно, максимально удобно для всех. Что такое частота ШИМа? ШИМ это широтная импульсная модуляция. Частота моргания светодиода, частота обновления получаемого тока. Итого, чем выше у нас частота ШИМа, тем более ровная, однородная и красивая получается картина. И тем длиннее наш след. Следующий важнейший параметр – это корректная цветопередача. В айпои используется мировой стандарт нормировки – это точка D65. Почему это важно? Каждый цвет запитывается отдельно. И в итоге мы получаем разную яркость и результирующий цвет, в зависимости от подаваемого тока. Если нормировка произведена верно, то мы получаем естественный сценический цвет. И у нас оттенки остаются такими, какими они были заданы изначально. Если нормировка произведена неверно, то мы получаем цветовой перекос. Перекос в сторону красного. Цветовая температура слишком теплая. Другими словами, ниже D65. Перекос в сторону зеленого. Поскольку человеческий глаз наиболее чувствитель к зеленому цвету, это самая очевидная погрешность в изображении. Перекос в сторону синего. Последний пример демонстрирует наиболее распространенную погрешность в цветовой температуре. Но погрешность синего цвета влияет на изображение не так сильно, как в соответствии красного или зеленого цветов. Поэтому эта погрешность является самой распространенной. Физические параметры I-PoE. Число диодов на одной PoE – 480. Число диодов на одной стороне платы – 240. Общая длина – 59,5 см. Общая длина PoE, который трансформируется в став, – 60 см. Светящаяся часть – 47 см. Боликарбонатная трубка – 2,5 см. Масса – 200 грамм. Хэндл кожаный, классический. Вертлюг в наличии. Крепление к PoE идет парашютной стропой. Все максимально надежно и комфортно, чтобы I-PoE всегда оставались у вас в руках. На платье нанесен логотип I-PoE. Но при желании покупателя по предзаказу можно нанести логотип его команды. Например, у нас нанесено название нашей команды Elysium. Следующий вопрос – это простота включения, наличие защиты от включения, определение заряда и различные режимы. Так, максимально простое включение. Удерживаем кнопку, огонек, отпускаем. Сразу видели заряд. Пришли в режим выбора программ. В этом режиме мы видим, что у нас отмечены записанные подпрограммы. Всего можно записать до 10 подпрограмм. Для особо творческих и занятых людей мы можем увеличить количество подпрограмм до 80, если вам это очень-очень надо. Итак, по остальному функционалу. У нас есть режим ожидания. Выходим, удерживая центральную кнопку. В этом режиме ожидания вы можете включить работу программы в любой момент и любой кнопочкой. Опа! Все у нас заработало. Также, чтобы посмотреть заряд, мы зажимаем нижнюю кнопку. Чтобы включить работу радио, мы зажимаем верхнюю кнопку. Важный вопрос для артиста – это наличие радиосинхронизации и функций ретранслятора. Да, они у нас в наличии. Мы используем термин мастер-поя. Мастер-поя – это управляющий элемент и горит синим огоньком. Пой, который находится в режиме подчинения, горят зелеными. Если какая-либо из пой вышла из зоны действия сигнала, либо не подчиняется никому, она моргает красным светом. Все максимально удобно и понятно. Функция ретранслятора сигнала в наличии. Итак, сделаем одну пою мастер-поей. Синеньким горит огонек мастер-пои, остальные пои находятся в режиме подчинения. В этом режиме мы можем переключаться между программами, смотреть заряд. Также мы можем перейти в режим ожидания. Пришли в режим ожидания. Мастер в режиме ожидания, мастер-поя никак не индексируется. Остальные пои горят зеленым огонечком. Если они горят зеленым огонечком, это значит, что все хорошо и сигнал доходит. Я сейчас уберу сигнал. Если источник сигнала находится далеко, пои у нас станут моргать вот таким вот образом. Все, вот таким вот образом они вернулись в режим подчинения, и у нас все работает. Итак, мы можем запустить программу. Все, у нас все хорошо. Переходим обратно в режим выбора программ по одной пае. Если у нас минимум два мастера, значит, второй мастер работать не будет. Она не подчиняется. Смотрите. Поэтому очень внимательно мы выбираем только одну. Мастер-поек. Перед выступлением обязательно проверяйте уровень заряда. Если пая при проверке показывает вам от 3 до 10 красных светодиодов в самом начале, значит, она переходит в экономный режим работы, и у вас есть от 3 до 10 минут на выступление. Как я уже говорила ранее, каждый цвет ест свой ток, и картинки оптимизируются таким образом, чтобы при имеющемся заряде пои отработали максимальное количество времени. Поэтому спектр смещается в сторону. В альпои используется встроенный аккумулятор 2600 мАч. Эту емкость мы проверяем обязательно в порядке, потому что производители аккумуляторных батарей грешат тем, что заявляют большую мощность, а реально получается пшик с маслом. Поэтому если мы пишем 2600 мАч, значит, вы можете быть уверены в том, что этот аккумулятор обладает именно вот такой вот мощностью, и будет работать именно вот так. Заряжается пои в течение 6 часов от стандартной зарядки 2,1 А. Можно их заряжать и меньшими токами, и зарядкой от ноутбука также возможно. Пороговое значение 500 мАч. Но, естественно, заряжаться будет медленнее. Следующий пункт это время работы. Напомню о том, что мы используем аккумуляторы емкостью 2600 мАч. Стандартное время работы при заполнении картинки на 60-70% и яркостью 70-80% составляет от 3 до 4 часов. При полном заполнении квадратом на белом квадратом с максимальной яркостью время работы составляет 18 минут. Это экспериментально замеренное время работы. Максимальное время работы может составлять прямо несколько дней, если это будет одна единственная красная полосочка с одним маленьким горячим диодом. То есть, опять-таки, как я уже говорила ранее, каждый диод потребляет свой ток. И каждый цвет потребляет свой ток. Красный потребляет меньше всего. Приведем расчет для максимальной яркости на максимальной высоте. Возьмем экстремальное значение. От слова «экстрему», а не «экстрем», то есть самый крайний. Итак, возьмем среднее значение тока для каждого светодиода. Светодиода это 7 мА. У нас 3 светодиода РКВ. Итак, 7 умножить на 3, получаем 21 мА на 1 диод. 21 мА умножаем на 480 диодов на паю и получаем порядка 10 А ток на 1 паю. 2600 мАч делим на 10 А и получаем около 15 минут. Почему около 15 минут? Это на 3 минуты. Меньше, потому что пая, как мы уже говорили выше, переходит в экономный режим работы. Поэтому экспериментальное время у нас получается чуть-чуть больше. Расчет для максимального времени вы можете произвести сами. Так же, как и экспериментально. Нам будет очень интересно, если кто-то заморочится. Раз мы затронули тему доверия к реквизиту, давайте посмотрим, как бои поведут себя в экстремальных условиях, а именно во время удара. Удары бывают двух типов. Пая об паю и пая об окружающее пространство. Корпусом или торцом. Все работает в штатном режиме. Айпоин 120 можно вообще использовать как барабанные палочки. Еще один перечень важных параметров и краткие ответы. Есть ли наличие защиты от полного разряда аккумулятора без возможности восстановления? Да, наличие защиты есть. В частности, это переход в экономный режим работы. Так же, как я уже говорила, мы рекомендуем заряжать спой малыми токами, потому что это увеличивает срок работы аккумулятора. Какая память у нас? Внешняя или внутренняя? Память у нас внутренняя. И я объясню почему. Потому что, опять-таки, во время удара память может случайно отойти, а внутренняя память, она фиксирована и никуда не убегает. Размер памяти 32 мегабайта. 32 мегабайта позволяет загрузить до 180 картинок и различных режимов. В общем-то, этого на самом деле достаточно. Наличие баланса белого. Да, наличие баланса белого есть автоматически по точке D65. Наличие гамма-коррекции. Опять-таки, наличие гамма-коррекции автоматическое. Если защита от незапланированного включения. Да, защита от незапланированного выключения есть. И происходит она в течение 20 миллисекунд. Как я уже говорила, даже глазом воркнуть не успеете. Есть ли база с готовыми картинками и в каком качестве и количестве она предлагает? База с готовыми картинками просто огромная. Она реально абсолютно огромная. И мы ее постоянно обновляем. Картинки есть для разных режимов, для разных разверток. И выбор очень большой. Как для статической, так и для классической, так и для круговых разверток. Есть ли у нас ПО? Да, ПО есть, оно прозрачное и интуитивно понятно. А в нем чуть-чуть попозже. Также, что очень хорошо, у нас есть оперативная возможность связи со службой поддержки. Мы с удовольствием вам поможем и с ПО разобраться, и с пикселями разобраться. Даже если вы плохо читаете мануал. Программное обеспечение обладает серией интересных параметров, ранее не используемых другими производителями. Программное обеспечение снабжено таймлайном с аудиодорожкой. Вы имеете возможность создания сценария как для программы с музыкальной основой так и только по таймлайну. Два режима работы программы – базовый и расширенный. Базовый режим содержит стандартные настройки для легкого и быстрого создания необходимого проекта. Расширенная версия предлагает широкий выбор настроек для продвинутого пользователя. Позволяет создавать необычные, яркие и креативные проекты для пиксельного шоу. У вас также есть возможность настройки каждой картинки. Яркость, масштаб, радиальная коррекция, тип развертки, направление вращения. Также мы даем ссылочку на подробное описание работы с программой. Расширенная версия предлагает широкий выбор настроек для продвинутого пользователя. Позволяет создавать необычные, яркие и креативные проекты для пиксельного шоу. Возможность настройки каждой картинки. Яркость, масштаб, радиальная коррекция, тип развертки, направление вращения. Наличие трех разных типов развертки изображения. Стандартная, круговая. Возможность создавать развернутое изображение с разрешением 480 точек в высоту. И статическая, последовательно загорающиеся диоды. Анимация создаваемого сценария. Чуть подробнее про каждый параметр. А видео вы можете посмотреть по ссылочке. Коррекция прямоугольного изображения при стандартной радиальной развертке. За счет того, что прямоугольное изображение проецируется на круговой сектор, оно вытягивается. Для того, чтобы изображение передавалось корректно, мы ввели параметр радиальной коррекции. За счет того, что POI можно крутить с различной скоростью, а частота отрисовки фиксирована, то изображение также может сужаться или расширяться. Для того, чтобы компенсировать этот фактор, введен параметр Sight или же масштаб. Также вы сможете регулировать яркость каждой картинки. Учитывая, элементную наполнилась вашего представления, вы можете выставить необходимые параметры для максимально корректного отображения. Круговая развертка доступна в расширенной версии PO. Этот режим позволяет сделать акцент на больших, ярких фото и круговых логотипах. Вы получаете разрешение картинки при вращении 480 точек в высоту. Настраивается все так же максимально просто. Статическая развертка – это последовательно загорающиеся диоды при неподвижной PAE. Вы только задаете время, за которое необходимо развернуть вашу картинку. Полученные эффекты зависят только от вашей фантазии. Это может быть бегающий диод или загорающаяся линейка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Для того, чтобы подключить ПОИ к ПК или ноутбуку, мы в первую очередь включаем ПОИ У нас уже здесь есть некая записанная программа, состоящая из 8 подпрограмм Подключаем через обыкновенный кабель microUSB У нас ПОИ определяется как съемный диск или ЗЮД На ПОИ могут быть записаны файлы типа PEPXP только Мы этот файл удаляем Берем тот, который был создан, копируем и записываем Обязательно проверяйте размер файла Он не может быть больше, чем 32 МБ Поэтому внимательно смотрите размер Внимательно смотрите размер файлов, которые вы хотите записывать Запишем, например, вот этот Запись может длиться порядка несколько минут Мы записываем файл Вот блок записи программы В базовую комплектацию входит чехол Чехол яркий, заметный и очень красивый синий-желтый чехол На чехле нанесен логотип айпои Опять-таки по предзаказу При желании покупателя мы можем нанести ваш логотип Переходник на став и даблы у нас в наличии Управление у нас идет по радиосигналу То есть полностью став включается с одной стороны Без каких-либо проблем Переходники разрабатываются индивидуально под рот Взаимодействуем полноценно с заказчиками И с удовольствием сделаем так, как вам это больше нравится По обмотке Обмотка это овергип Став плотно лежит в руке и не проскальзывает Некоторый завершающий вопрос этого потрясающего и великолепного обзора Комплектация Комплект состоит из пары пикселей Зарядного устройства с двумя кабелями Чехлом, программным обеспечением Печатной инструкцией и гарантией Гарантия Бесперебойная работа реквизита 2 года Мы абсолютно уверены в качестве нашего реквизита Как производится ремонт? Вы отправляете нам пиксель по любой почтовой службой Мы заменяем вашу пару на новую Либо ремонтируем вашу Варианты возврата Если вам вдруг не понравились наши пикселя В чем мы крайне помнимаемся Просто крайне Вы в них просто влюбитесь, когда увидите Я вам это гарантирую В любом случае вы вернуть их можете в течение 14 дней Поэтому 14 дней Тестируйте, смотрите И если вдруг что-то не так Мы с удовольствием примем их обратно Классы своего коллектива По предзаказу А для некоторых очень настойчивых Мы можем все рассмотреть в индивидуальном порядке Это тоже обсуждаемо Но по предзаказу вы можете Попросить разместить логотип вашего коллектива Как минимум на оплату Также возможно размещение логотипа вашего коллектива На чехлах Как заказать? Вся информация у нас указана на сайте ipoin.info Заходите, смотрите, изучайте Связывайтесь с самым лучшим в мире менеджером Екатериной И она вам расскажет все на двух языках На этом все Спасибо за внимание, терпение и участие Ipoi in Point of Inter Из Беларуси с любовью Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok